Ежегодно в мире выявляется более 1 миллиона новых случаев рака прямой кишки. Согласно прогнозам, абсолютное число случаев рака прямой кишки будет увеличиваться в течение как минимум двух следующих десятилетий в результате старения населения как развитых, так и развивающихся стран. По данным Международного агентства по исследованию рака и их проекта Глобакан, в 2018 году вместе с раком ободочной кишки, рак прямой кишки является третьим злокачественным новообразованием в мире после рака легкого и рака молочной железы, а также занимает второе место по уровню летальности. При существующих высоких показателях заболеваемости раком прямой кишки на уровне смертности существенно влияют эффективность первичной профилактики, ранней диагностики и лечения. Усовершенствование хирургических технологий, расширение показаний к оперативному лечению метастатических поражений печени легких, введение новых схем лекарственной таргетной терапии, изучение возможностей применения иммунотерапии значительно улучшили прогноз прикола ректальном раке, что было показано в клинических исследованиях. Согласно современным практическим рекомендациям, применение химиотерапии при раке прямой кишки показано при первой стадии при отсутствии высокого уровня MSI, а также при второй, третьей и четвертой стадиях заболевания. За последние годы достигнут головокружительный прогресс в лечении метастатического колоректального рака. Если в 80-е годы медиана выживаемости не превышала 6 месяцев, то в последние десятилетия медиана выживаемости превышает 24 месяца, то есть находится на уровне более двух лет. Однако выживаемость по данным клинических и эпидемиологических исследований существенно разнится. Стоит отметить, что выживаемость по данным эпидемиологических исследований всегда ниже, чем по данным клинических испытаний. Это связано с тем, что эпидемиологические исследования включают в себя больных как молодых, так и пожилых, с серьезными сопутствующими заболеваниями или без них. Также включаются пациенты, которые получают лечение не только в высокоспециализированных клиниках с хорошим медицинским персоналом, но также и те пациенты, которые спецлечения не получили по каким-то причинам или проходили лечение в центральных районных и участковых больницах. В этой связи эпидемиологические исследования позволяют нам оценить уровень организации медицинской помощи, а также эффективность от внедрения различных государственных программ, направленных на улучшение ситуации в здравоохранении. И действительно, последние 10 лет мы находимся в фазе непрерывного развития системы здравоохранения, причем эта модернизация затронула все сферы медицины, в том числе и онкологии. В последние десятилетия был принят ряд реформ, направленных в том числе и на улучшение ситуации в онкологии. Эти национальные проекты были направлены не только на улучшение первичной диагностики, лечения, укрепление профилактической направленности в здравоохранении, улучшение организации медицинской помощи, но в том числе и они способствовали ее увеличению выживаемости пациентов. Стоит отметить, что именно такой критерий, как выживаемость больных, является самым важным критерием в оценке организации медицинской помощи нашим пациентам. Мы предположили, что после введения различных национальных и государственных реформ доля пациентов, получавших специализированное лечение при раке прямой кишки, увеличивалась, что способствовало бы и увеличению выживаемости. Поэтому целью проведенной работы была эпидемиологическая оценка частоты применения химиотерапии и выживаемости больных раком прямой кишки в Архангельской области на основании данных Архангельского областного канцер-регистра. Для реализации поставленной цели был проведен ретроспективный когортный анализ из всех случаев рака прямой кишки за период с 2000 по 2017 годы. Для оценки влияния на показатели выживаемости больных раком прямой кишки Национального проекта здоровья в 2006 году и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2012 году анализируемый промежуток времени был разделен на три периода. С 2000 по 2006 годы, с 2007 по 2011 и с 2012 по 2017 годы была рассчитана опухолеспецифическая выживаемость, различия выживаемости между периодами были оценены логранговым методом. Оценка степени влияния исходных факторов на различия выживаемости между периодами была проведена с помощью регрессионной модели пропорциональных рисков кокса. Таким образом, всего для анализа было отобрано 3540 случаев рака прямой кишки с установленной второй, третьей и четвертой стадии. К сожалению, в базе данных регистра отсутствуют сведения о видах химиотерапии, и таргетной терапии. Также нет сведений о том, конкретно какой препарат был применен у данного пациента. Однако на представленном графике видно, что доля пациентов, получавших лекарственное лечение при второй, третьей, четвертой стадии с течением времени увеличивалась. Обращает также на себя внимание и тот факт, что при четвертой стадии рака прямой кишки доля пациентов, получивших специализированное лечение, увеличилась с 12% до 42% с течением временного периода. Таким образом, этот факт показался нам наиболее интересным, поэтому в последующем в анализ были включены только пациенты с четвертой стадии рака прямой кишки. При анализе общей опухолеспецифической выживаемости мы видим, что выживаемость в наиболее позднем временном периоде была значительно выше, а риск смерти пациентов был на 21% ниже по сравнению с ранними временными периодами. Показатели как однолетней, так и трехлетней выживаемости увеличились с 23% до 30% и с 4% до 8% соответственно. При введении модель переменной возраст, то есть проведя коррекцию на возраст, мы видим, что различия выживаемости между периодами стали несколько разниться, что скорее всего свидетельствует о том, что после введения национальных программ расширились показания к назначению специализированного лечения у пожилых пациентов. После введения в модель переменный вид лечения различия выживаемости между периодами практически нивелировались, отношение рисков составило 1,18 по сравнению с ранними временными периодами, что свидетельствует о том, что все-таки именно расширение показаний к назначению специализированного лечения и улучшение методик лечения было основополагающим фактором увеличения выживаемости. При анализе применения различных методов лечения при метастатическом раке прямой кишки мы увидели тот факт, что доля пациентов, получивших специализированное противоопухолевое лечение, увеличилась, а доля пациентов, которые получали лишь симптоматическую терапию, существенно сократилась. Ну и таким образом, конечно же, если приводить во внимание все тот же слайд, то здесь есть некоторые отличия. Если брать всю популяцию больных Архангельской области с метастатическим раком прямой кишки, все-таки выживаемость по данным эпидемиологического исследования все равно остается низкой и не превышает 6 месяцев, если рассматривать популяцию больных, получавших химиотерапию в Архангельской области, то выживаемость на эпидемиологическом уровне все-таки остается не более одного года. Таким образом, частота использования лекарственного лечения в течение анализируемого периода существенно возрастала на 35-79% и в 3 раза при 2, 3 и 4 стадиях рака прямой кишки соответственно, но при этом остается значительно ниже, чем рекомендованная частота. Зарегистрированы скромные сравнения с данными клинических исследований успехи в лечении больных рака прямой кишки четвертой стадии. Выживаемость при метастатическом раке прямой кишки остается экстремально низкой на эпидемиологическом уровне по сравнению с ожидаемой выживаемостью из данных клинических исследований. И решающее влияние на рост выживаемости при метастатическом раке прямой кишки оказывает улучшенное качество лечения, но необходим анализ причин несоответствия практического применения химиотерапии рекомендованному, то есть необходимо проведение эпидемиологического исследования с высоким разрешением. Ну и традиционно хочу предложить вашему вниманию два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, выживаемость в эпидемиологическом исследовании всегда ниже, чем в клиническом, либо всегда выше, чем в клиническом? Примерно соответствует таковой в клиническом и может быть выше и ниже, чем в клиническом? Спасибо. Я согласна с ответом. И второй вопрос. Увеличение выживаемости при использовании лекарственного лечения рака прямой кишки четвертой стадии после внедрения национальных проектов в области онкологии связано с более частым ее применением у пожилых больных, улучшением качества диагностики распространенности или изменением качества лекарственного лечения. Он сейчас проверит, как вы слушали. Ну, я соглашусь, наверное, что, в принципе, можно сказать, что и все три варианта имеют влияние, но наиболее все-таки значимым является изменение качества лекарственного лечения, что было показано в анализе. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.